Детские сады Детские сады Да, вы совершенно правы. Сегодня очень стоит актуальна проблема с ликвидацией очередности дошкольного образовательного учреждения. Но хочу сказать, что на начало учебного года было более 25 тысяч нуждающихся в местах дошкольных образовательных учреждений. Но сейчас картина намного лучше. Сейчас 19 тысяч всего нуждаются в местах дошкольного учреждения. Это самая категория, нуждающаяся от полутора до трех лет. Более 7 тысяч у нас стоит в очереди. Но работа ведется. Как мы уже знаем, за последние 20 лет не строилось ни одного дошкольного учреждения. Буквально в прошлом году было введено в эксплуатацию два новых дошкольных учреждения и один после реконструкции. И в ближайшие пять лет планируется еще построить новые детские сады. Более 15 дошкольных учреждений – это новые детские сады. И реконструировать около пяти детских садов. Ну а вот о нехватке мест в детских садах в России говорят уже несколько лет. А вот как в регионе обстоит дело с сотрудниками? То есть воспитателей, нянечек их хватает? Или здесь в этой сфере тоже дефицит? Картина сейчас намного улучшилась. Если раньше действительно была нехватка педагогических кадров, было более 500 нехватка воспитателей. На сегодняшний день картина намного улучшилась. Сейчас нехватает около примерно 100 педагогов. Но они потихонечку у нас приходят. Это улучшила ситуация в связи с тем, что произошло повышение заработной платы с января и до октября этого года. Это в четыре этапа у нас происходит повышение заработной платы. Это с января, с апреля, июля и в октябре будет повышение еще заработной платы. И у них средняя заработная плата вырастет до 17 тысяч рублей. Это очень хорошо. Поэтому сейчас у нас педагогические работники приходят. У нас даже у руководителей есть право уже выбирать, кого принимать в дошкольные учреждения. Это очень радует. Ну что ж, да, действительно радует. А вот от самих родителей я часто слышу, что детки в садиках плохо едят, что не хотят есть. А вот это с чем связано? Что сейчас с питанием у нас все-таки? С питанием, как уже и все заметили, и руководство города под контроль взял вот этот вопрос. Целый год мы работаем над этой проблемой, над этой темой. В том плане, какие продукты поступают дошкольные учреждения, какого качества. Поэтому сейчас у нас очень строго стоит вопрос. И совместно с Роспотребнадзором, совместно с ветеринарной службой, с работниками управления образования у нас регулярно проводятся рейды, проводятся проверки по поступаемой продукции дошкольных учреждений. Хочу отметить, что сейчас эта работа уже налажена. Поставщики знают, что плохая продукция не будет принята в дошкольных учреждениях. Руководители очень строго следят за этим. И поэтому продукции у нас в детские дошкольные учреждения поступают очень хорошо. Сейчас у нас уже идет другая немножечко проблема в том плане, что сами родители говорят, что вот дети плохо едят. А почему они плохо едят? Потому что дети привыкли есть то, что готовят дома родители. А что мы готовим? Естественно, что побыстрее, что поудобнее. Но это недопустимо для детского питания. Поэтому вот буквально сегодня был круглый стол с представителями Министерства здравоохранения, с представителями Роспотребнадзора, Управления образования, где мы решали и пытались через родителей достучаться и объяснить культуру и правильность здорового питания. Что такое здоровое питание? Это весь набор нужных продуктов. Нужных продуктов, которые должен получать ежедневно ребенок. Сбалансированное, качественное питание, что и делается в детском саду. И поэтому то, что говорят дети, не пьют молоко, да, я согласна. Может, многие не пьют. Но опять же, индивидуальный подход. Кто-то не пьет с пенкой. Это можно убрать. Или дети не пьют. Мы пытаемся заменить кисломолочные продукции. Это бифидок, это кефир, это ряженка. Ну, понятно, теперь за питание дошкольников волноваться не стоит. Да, вот как с обучением дошкольников. Я от воспитателя слышу, что грядет некий страшный какой-то образовательный стандарт, что вплоть до того может дойти, что дошкольников заставят сдавать в детском саду выпускные экзамены. Это правда? Но что-то подобное действительно ждет российских дошкольников? Да нет, конечно. Родители надо успокоить в том плане, что в соответствии с федеральным законом об образовании, которое вот вступило с 1 сентября текущего года, там очень приятно, что все-таки дошкольное образование является начальной ступенью нашего общего образования, что радует. Если в связи с этим сейчас разрабатываются стандарты, которые должны до 2015 года быть разработаны. И как раз в этих стандартах будут прописаны требования. Требования к структуре реализации программы, требования к условиям реализации, и, конечно же, требования к самому образованию, к качеству образования. Вот здесь как раз не говорит о том, что мы должны какие-то экзамены ребенку устраивать, какие-то тесты. Это сам педагог в ходе вот этой работы будет определять и смотреть, готов ли ли ребенок к школе, как он подготовится, именно создать условия для того, чтобы ребенок уже был готов идти в школу. Вот эта задача будет ставиться перед нами педагогами дошкольного возраста, дошкольного образования. Ну что ж, я думаю, родители мы успокоили. Ну, грядет, приближается День работников дошкольного образования. А какие-то есть традиции, как его отмечать? То есть город готовит какие-нибудь особенные, может быть, мероприятия, конкурсы, награждения? Вот тружеников этой, ну, прямо сказать, нелегкой сферы. Да, конечно. Этот праздник молодой, он День дошкольного работника, буквально 5 лет, как его отмечают. Раньше он был у нас общий день Днеучителя, приравнивался. Сейчас у нас уже свой профессиональный праздник. Конечно, приятно. Мы его встречаем с результатами. Наши учебные заведения дошкольные стали грантополучателями главы республики. Также 8 педагогов у нас стали тоже обладателями грантов главы республики. Это очень радует. Также наши педагоги уже участвуют не только на уровне республики, но и всероссийских конкурсов. Не просто участвуют, а уже привозят и результаты. Это очень радует. По поводу праздничных мероприятий, конечно, они у нас пройдут 27 числа во Дворце детского творчества, где придут нас поздравлять много гостей. Мы будем очень рады всех видеть и приглашаем вас тоже порадоваться вместе с нами. Ну что, спасибо большое. Ну, я напомню, что на эту непростую тему мы разговаривали с заместителем начальника управления образования администрации Чебоксара Еленой Сахаровой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин